Заказывайте видео, предлагайте варианты, задавайте вопросы, спрашивайте, интересуйтесь, не стесняйтесь Так, отлично Смотрим, короче, разбор психопоотрета от Вероники Степановой на Алексея Арестовича Я не видел это, только на Зеленского видел Причем вот я ее не любил, мне она не нравилась А потом понял, что она просто ультрабазовая И я ее полюбил, вообще, шикарная женщина, лучшая из лучших Сегодня мы с вами разбираем советника президента Зеленского Алексея Арестовича Погнали, что пишет у нас Википедия Видимо, Википедию заполнял сам Арестович в силу своих нарциссических качеств Потому что это классический нарцисс Он про себя написал вот какие вещи Украинский политик, разведчик, блогер, политический и военный обозреватель Колумнист, интернет-СМИ, актер, организатор психологических семинаров и тренингов И благотворительного фонда для психологической поддержки И на суде Игрец В зоне АТО И так далее Вернее, аферист Другими словами, аферист Потому что, когда у человека И даже на одно Арестович-аферист рифмуется На одно буква начинается Как тебе такое мнение Степанова, Малышева для миллениалов? Ну, типа того, если есть что-то схожее Идет такой сильный профессиональный разброс И когда не сходятся даты А они не сходятся Ну, не сходятся Вот, например, я себе здесь выписала Ему нужно было хоть как-то чуть-чуть определиться В последовательности этих дат Чтобы оно хоть как-то выглядело Ну, что ли, правдоподобно, да? А получается, что с девянос... Горючи, по фактам разъебало, получается С 2004 по 2005 год Он служил в Главном управлении разведки И в это же самое время Каким-то образом снялся в 17 сериалах российских Как это было возможно? Разведчик из сериальной... Ну, может быть, снимался в роли разведчика в сериалах Так и получилось Как Зеленский в роли президента То есть у них все политические деятели Они лишь рзац политические деятели Они настоящие, сериальные, так сказать, пародия Получается, ночью разведка Днем сериалы Или как? Напишите мне в комментариях Как это вообще у него в голове уживается Но поскольку нарциссы обладают таким... Как Саша Барнкоин Ну, что ли Патологии В принципе, кстати, говорят Что-то у них похожее почему-то есть Я бы посмотрел какой-нибудь Вот по типу снятый как Бород С Арестовичем в главной роли А ту национальность, которую он будет изображать Уж выберите сами Степанова топ-трольшка У Зигмунда Фрейда Все хотят сосать члена и долбиться в жопу Ну, а вы не хотите, что ли? ...потребностью в бесконечном вранье И они настолько сами в это верят Что уже перестают понимать эту реальность Перестают отслеживать, где она вот эта грань Что это уже фонит Что это уже видно Понимаете? Теряют эту какую-то критику Вообще собственную Вот в данном случае у нас с вами Леша потерял эту критику То есть у него ночью была разведка Днем у него были фильмы Он ходил на множество передач Потом еще стал семейным психологом Каким-то образом Без психологического образования Закончил он высший институт религии Ну, кто мне скажет Вот такой типаж Где у нас хорошо описан Кого это типаж? Есть один четкий персонаж В русской литературе Нет, я не хочу стать членом И долбиться в жопу По Степаненко И по Фреду Это значит, что я хочу это вдвойне Видите Мы вас раскрыли жаба-жаба Горячо, горячо Не, на самом деле Я имел в виду, конечно же, Хлестакова То есть вот именно Вот этот образ Хлестакова Который приезжает в город Это, соответственно, ревизора Того же Гоголя Вот И он такой же Он, типа, начинает что-то говорить И как бы И вот Как бы у него продолжается 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 Типа Оп-оп-оп Вот И он, как бы, начинает в это сам верить В это как-то включаться А потом уже забывает Что-то дальше говорит Ну, или можно Если брать мертвые души То это же, типа, ноздрев В чем-то Ну, Хлестаков, наверное, больше инфо-цыган Хлестаков вот прям вот Такой классический инфо-цыган И, то есть, по сути Вот по этому типажу По типажу Хлестакова По сути, себя Арестович и ведет Типа, вот играя какого-то Вот этого политика Шпионок Там и еще прочего Прочего-прочего Вот И все ему верят, верят Позных наук То есть, это какая-то Такая сборная Сумасшедшая солянка Шизофреническая Совершенность Ревизор Это судный день Шнит Холин Что вы имеете в виду? Ну, вообще Интерес С точки зрения драматургии Ревизор То, что начинается С вот этой вот По сути, три акта Сразу же происходит Господа Я пришел сообщить вам Предприятие Известие К вам едет Ревизор И вот этот вот Как это называется Не стоп-кадр Анимая сцена Да, анимая сцена И по сути, на нем сцена Обычно раньше заканчивали спектакли А тут на самом начале Это как бы так Интересно И удивительно У меня на кружке Персонажей Из Великолепного аниме One Punch Man One Punch Какой-то дикий раскол личности Что Ну, просто диву даешься Значит На что Все вокруг попадаются Он Обволакивает Своей харизмой Он очень мальчик Такой Обаятельный Очень Такой Вкрачивый Очень Терпеливый Интеллигентный Спокойный Голос Такой Ровный И быстрый Помните Я много раз Снимала видео Про Каких-то Мошенников Аферистов И так далее Я вам всегда говорила О том Что Речь Носит Очень Стремительный Характер Чтобы у человека Не возникало Не возникало Потребности Рот Крот Ну, мы сегодня Смотрим Интервью Шахназарова И сейчас Заказали Поверх Про Алексея Арестовича Вот Разбор Вот Верники Степанова Я его не видел Даже Не было возможности Проанализировать Я говорю Что Арестович Вот он реально Как Хлистаков Из ревизора Себя ведет Человек Который Вот влёт Какой-то Вот вкрачивает Там Вот всем То, всё Пятое, десятое И чем больше Люди начинают Ему верить Тем больше Он надувается Как некоторый Пузырь Как воздушный шар Ну, разумеется В конце он лопнет И всех забрызгает Сказанное Да Не было возможности Так сказать Увидеть И распознать Услышанное Это просто Возникает Таким фоном Да Как будто бы Что-то очень умное Как будто бы Что-то очень полезное По делу Более того Вот человек Прям гений Ну вот гений Со всех сторон Везде И в актерской среде Да И в медийном бизнесе И блогер И психолог Талантливый И политик И в разведке И ну Ну просто Ну просто Браво Да Ну бывает Рождаются же такие люди Ну вот раз в сто лет Рождаются Соответственно Вот таким вот образом Плетет Вот эту паутиночку Плетет Окутывает В нее Своего Слушателя А тот Как в общем-то Кролик На удава Смотрит Это как Как на него Она смотрела бы Латынина Там есть Какое-то странное интервью Когда он С голым торсом Сидит Перед Латыниной И у той Наверное Какие-то ее Чересла Содоргаются Не знаю Что происходит В этом видео Степан Панова Скажет Одну интересную мыс В России Попаганда Дерьмо И больше Нужно больше Ристовичей А не кринжовых Соловьевых Киселевых Аристович Молодежь идет А на свою Угора Такое Дикое Количество Передач На самом деле Сейчас занимается С Арестовичем Я думаю Как Вообще Это возможно Успевает ли он Заниматься Непосредственно Своей профессиональной Деятельностью Но это и есть Его профессиональная Деятельность Украинская Пропаганда То есть Он украинский Такой Пропагандон Его не сравнить С Соловьевым То есть Соловьев Нервно Курит В сторонке На самом деле Пропагандоны Должны быть Вот такие Как Алексей Арестович Я считаю Что в России Должен быть Точно такой же Человек Соловьеву Уже давным-давно Надо отправлять В отставку Потому что Его кроме бабушек Никто не смотрит Вот такие Говорят Что нельзя врать Много Мол Оно будет Копиться Как снежный ком И можно Деваться от вранья А нет Можно Советником стать Ну Я думаю Что врать Все равно Много не получится И я не знаю Лично мне Лично для меня Арестович Честно говоря Ну это видно Что человек Который просто Пиздит То есть я не знаю У меня может быть Чуть ёнких людей На меня он абсолютно Не работает То есть я понимаю Что это просто Вот этот вот инфо-цыган Который мне что-то втирает И каждый раз Когда он что-то говорит Я вижу Вот этого инфо-цыгана Который мне пытается Продать Продай эту ручку У меня здесь нету ручки Продай мне эту ручку Да Вот он пытается Мне вот эту ручку Продать Да А мне хочется Эту ручку В ванус Глубоко Глубоко засунуть Потому что Явно он фигню говорит Салоев Выглядит солиднее Но Это мое восприятие Вероятно Неподготовленные Глупые Наивные школьники Конечно такое ведутся И да Наверное Все-таки нужно Что-то подобное Выстраивать Но мне хотелось бы Что-то все-таки Это был получив Ристович Потому что Ристович Это дно дна Такое же Ну у тебя еще Позиция предположена Ты можешь видеть Минусы оппонентов А когда ты школьник Украинский Это смотрит На политички не мыслить Ну согласен Согласен Да Но с другой стороны Я их как бы Салоеву не смотрю Мне какой статус Нужно жмеля брать Только там Нарезки делать нужно А то он очень медленно говорит Не мне кажется Типа подача у Стаса С точки зрения пропаганды Получше И Стас Больше доверие вызывает Чем у жмеляский Чисто Если не брать Историю Стаса Ристович Как пропаганда Самая наивная И нелепая Имеет намного Больше смысла Чем Киселева Ну поэтому надо брать Стаса Небо сначала Можно пользоваться Так ладно Идем дальше На российском телевидении Да Вот Потому что они умеют Людей В общем-то Убеждать Умеют Людей Так сказать В себя Влюблять Вызывать Доверие Да Удерживать Это Внимание И так далее Вот такие вот Харизматичные личности Должны быть И он Со своей задачей Да Прекрасно Прекрасно справляется Прекрасно справляется Поэтому В данном случае Стас С форматом Как у Лебедева Неплохой вариант Кстати на самом деле Сам Лебедев Неплохой вариант Как тоже пропагандист У него довольно Прорусская оппозиция И довольно здравое Рассуждение Мне безумно С всей мифологии Которая присуща Той или иной Другой личности Если просто Вот поставить Два Жмелевские Стаса Наверное Стас все-таки Будет Попонятнее Получше С лучшим Продакшеном Вот С лучшей Может быть Даже дикцией Поэтому Здесь именно Мы говорим Про картинку В первую очередь По всей видимости Да Везде что-то Смотрит Читает Анализирует С прекрасной Памятью С феноменальной Памятью И вот Он вовремя Может воспользоваться При случае Какой-то информации Он ее моментально Извлекает Ведь это же Тоже особая Способность Так Стас Смотри Только из-за техники Или еще Кого-нибудь Говна Един из представителей Соседней страны Вот и все Кракена Выпустили Продюсер Надо заключить С фланга С горького передового Чтобы Древний злопродюс Такой пси А такой краница Не выдержать Пишу работу Сейчас по восстановлению 3D лиц Из 2D Изображений Там много работ Разных Причем В открытом доступе Ну вот Нет Здесь вопрос Как это упаковать В продукт То есть Понятно Что есть куча решений Куча разных Интересных штук Прикольных Но За что будут платить деньги Типа Это должно либо решить Чье-то Это про Про что-то В общем Надо искать Где это будет применимо То есть Например Боты какие-нибудь В играх и прочее В принципе Игры Это вообще Вещь Где Есть Много Много Возможности Заработать Я бы это Пробовал бы Как-то в монетизацию Прикрутить еще Да Прикладной вопрос Это правда Они абстрактные То есть Даже вот это Просто Типа Я вот могу 3D лица Из 2D Делать А как это Использовать Где это Использовать Ну давайте Подумаем Наверное Это будет Использоваться В кинематографе Потому что 3D сканов Старых актеров Нет А если мы захотим Старых актеров Использовать То Можно восстановить Их лица Из 3D Вот И запихать В какой-нибудь Может быть Unreal движок Да Написать Вот какой-то Вот Клагин Что-то для Unreal И прочее 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 Но здесь Это первое Что приходит в голову Наверное Может и круче сделать Достаточно Просто Иметь Эту информацию Да Очень важно В нужный момент Ее Из этой памяти Извлечь Потому что Не у каждого Есть такая Способность Достать Так вот У Арестовича Есть гениальная Совершенно Способность Извлекать Из памяти Вот ту информацию Которую Нужна В данную Секунду И он Очень ловко Ее так Красиво Выстраивает Однако Эта информация Чаще всего Носит довольно Поверхностный Такой характер Да Потому что Сами знания Сама эрудированность Она довольно Ну а если не секрет Кстати 4.4 А что у вас За проект Расскажите Пожалуйста Потому что Может быть Где-то у нас Что-то пригодится Поверхностно Пожалуй Он разбирается Только Вот на 100% Он хорошо разбирается В медийном мире И он себя В нем И нашел На самом деле Да Вот по большому счету Если говорить о нем Как о психологе То Складывается впечатление Что он просто Любит психологию Что он Никоим образом Не имеет Никакого фундаментального Базового образования И это видно Просто видно Что он очень любит Психологию И все То есть Любитель Но никак Не психолог Да уж Тем более Никак Там не семейный психолог Просто вот РЛ реально Ложится В обучение ботов В играх Как в бенчмарке Используют Игры Atari Но во-первых Компания Такие сложные Создания бота Не нужны А в других Областях Производства ИБ Внедрить Не получилось Мы с командой Аналитиков Пытались Либо Валюм Либо Ограничения Которые не дают Решения Внедрить Да я понял Понятно А почему Например То есть В ботах Каких-нибудь Ну то есть Чтобы например Сделать иллюзию Большого онлайна Что-нибудь Этих самых Драчилин И Сессионок Неуж Что-то нигде не нужно Он вел какие-то Ток-шоу И так далее В общем Талантливый Мистер Рипли Но мистер Рипли У нас с вами был Психопат Арестович До психопата Конечно же Не дотягивает Там нет той смелости На данный момент По крайней мере Я ее Был в проекте Который сам Играл в матч Три игры Чтобы устраивать Сложность уровней Ну вот это Кстати хорошая вещь Мне кажется Вот такое В каком-нибудь Там Плэриксе Либо В Кинге Бы просто За руки оторвали Если бы Это реально работало И реально выставляло То есть Это избавиться От кучи тестеров А еще Туда генератор Этих уровней добавить Это просто Вообще Мне кажется Дно Не вижу Я вижу А ее нет Потому что Ну Ну такая Конституциональная Такая Во-первых Он гей Стопроцентный Да Я думаю Что для вас Это не секрет Это не то Что даже Там какая-то Биши Из игроделов Не нужно А за рубеж Я еще не устраивался И третий курсник Пока Ну тогда еще Все впереди Тогда еще Все впереди Попробуйте Куда-нибудь Посмотрите Что есть вакансии За рубежом Как-то пообщаться Тоже полезно Как-то предложить То есть Зачастую Вот студенты Они просто Не могут Не мыслят бизнесом Насколько я общался Там с студентами Из вышки И прочее То есть У них какой-то такой Оторванный От реальности мир И вот Не хватает Вот какой-то Вот этой приземленности Бытовой Чтобы что-то придумать Что-то решить Силипсихология Не мальчик Не путаю Психология Это же гуманитарное дерьмо Алифилософия Ну не путала Да Психологов Штампуют десятками тысяч И что-то мне подказывает Что можно Просто книжки читать И быть на уровне Как минимум Степановой С фундаментальным образованием Ну Наверное Можно быть Да Ну Опять же Насчет Много штампуют У хороших Наверное Мало Мало кто запоминает Плюс еще Психология Нужна в педагогике Я знаю Что все боты Для нас Не секрет Всем известный Каждый кто знает Это очевидно Само собой разумеется Не называет Сомнения Степанова Конечно Скажи что Можешь прикрутить Датку К параметрам Монетизации Не сложности А вот Советую Скажи что Можешь прикрутить Датку К параметрам Монетизации Не сложности А не сложности Абстракция Они сами не знают Что им надо Сложность Добавляемого кэша Прикрутить И заебись Ну Может быть Не то чтобы Там Как Зеленский Там побаловаться Иногда Нет 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 Здесь Не побаловаться Здесь четко Стопроцентная Гей-конструкция На самом деле Он прикрывается Своей Гей-конструкцией В чате есть Женой Потому что Находится В том пространстве Где Нужна жена Да Поэтому Он прикрывается Своей женой Однако Вот он гей Так вот Чаще всего Все-таки Геи Они Имеют Или истероид Ну или Нарциссическую Природу Здесь важно Быть достаточно Опытным О Ябодолюкс Приветствую вас Рад вас видеть То есть Здесь еще важно Харизму иметь Потому что Вам Как психологу Должны платить За какое-то Облегчение Рельеф Вот этой души Реже Когда они Бывают Прямо психопатами Такими Да Вот Это у нас Все-таки С вами Классический Такой нарцисс Но очень Махровый Нарцисс Вот С патологическим Враньем С сниженным Порогом Там вообще Этой чувствительности Эмпатия носит Исключительно Когнитивный характер То есть Он понимает Что чувствует Собеседник И так далее Довольно Хладнокровный Видно Как ему Наплевать На собственных Украинцев На свой народ Он настолько Вовлечен На свой народ Типа Это же Украинцы Это же тот же народ Что и Зеленский Что и Арестович Что и Ким Это наш народ В эту войну Это так Для него Выгодно Интересно И сейчас Он вылезает Просто На какие-то Непонятные Мировые Уже орбиты Мировая Слава Деньги Сыпятся Ему совершенно Не выгодно Ну денег Сейчас в Украину Прям солится Не знаю Какое-то Неимоверное количество Интересно У кого они В итоге Осядут А там еще Наверняка Есть что-то С продажи Вооружения Которое поступает Вот И которое Явно скоро На Ближнем Востоке Либо еще где-то Появится Вигрит Видите Просто надо Ну Конкретику Обсуждать Какую-то И так сложно Типа вот Внезапно Что-то придумать Не понимая Вообще Что у вас есть В наработках Поволжские немцы Родившиеся в Грузии Конечно понимают Украинский народ Да Эта война Заканчивалась Ему То есть его задача Убедить Запад Чтобы была Очередная поставка Оружия На очередные Миллиарды долларов Сколько при этом Погибнет украинцев Ему не важно Чем дольше он будет Убеждать Запад В том Что нужно Помочь оружием Тем дольше Будет продолжаться Война Чем дольше Будет продолжаться Война Тем больше Погибнет Конечно же Украинцев Но ему все равно Это проблема Любого блогера Что не только Гоблина Денис Дейкса Любого блогера Что рано или поздно Начинает повторяться Я тоже много тейков Повторяюсь И по кругу Говорю и говорю Одно и то же Типа Когда я постоянно Стремился с маргиналом Тоже было сложно Потому что Очень часто все повторялось Это реально сложно Ну Все равно Так мы устроены Как и президенту Зеленскому Чтобы продолжалась Война Вот такая у них Сладкая парочка Такой тандем Сложился Великолепный просто И удивительно Как украинцы Этого не видят Ну не видят Понимаете Что один у них В общем-то Артист Что в президенты Они выбрали артиста Второй тоже Своего рода Советник президента Ну вот такой Ну аферюга Честно говоря Аферюга Тоже артист Такая талантливая Аферюга Артист Ну опять же Повторюсь Что касается Пропаганды Лучше Чем Аристоевич На данный момент Навряд ли Можно найти человека Он с этой задачей Справляется Совершенно шедеврально И вот Прямо его место Ну ладно Это что касается Вот таких Вот Если Гоблину Реально Выделяют бабки На его трёх Из бюджета То мне интересно Как он убеждает И кого Что его Там скорее всего Есть просто Как бы люди Которые занимаются Политпиаром И просто он Лишь строчка В графе бюджета Что вот Мы Выделили там На канал Оперру У него там столько Просмотров Вот такие-то сюжеты Там вышли Моментов По поводу Арестовича Да Что ещё Можно тут Отметить Что ещё Отметить При том Что это оружие Уже всплывает У арабских Этих Всяких Шахидов Ну я вот Про это говорю Это будет Блин Это будет потом Обидно Если с этих Всех Живелинов На которые Все так молились Которые Не очень Показали Свою Эффективность В этом Конфликте Будут В итоге Где-нибудь В Ближнем Востоке Какого-нибудь Убивать Конкретно Я Моделировал Работу Устройств Вроде ПЛК С помощью РАО Прошли к поводу Что нужно сделать Без РАО Куда проще Способ Это статья Изложен И хотя В портфолио Получилось Сейчас думаю Заниматься И тут РАО Больше Затягивает Статью На Глобус Или уйти В НЛП Причем Я про НЛП Действительно Рано Ровно Одно С Ну почему Нет НЛП Тоже интересно А насчет РАО Ну может быть Кстати Всякие тренажеры Будут работать Если там Сложные модели Поведение Ну это такая Да Своеобразная НЛП Более понятная Но мне кажется В НЛП Не сложно Разобраться У меня есть знакомый Который РАО Прикручивал К робототехнике Для передачи Абстрактных Заданий На производстве Например Из кучи Вываленного Арматура Роборты Варят Оснастку Для мостов На стройплощадке Блин Это вообще Крутая штука Если это работает Ему недавно Уже ничего Из бюджета Не выделяют Он идеальный Патриот Типа Лебедева И Стаса Ну может быть Канадский снайпер Рассказал Что дальность Дювелинов Слабенькая Танки раньше Обнаруживают пехоту И разносят Да Они же очень быстро Все это оружие Осваивают Да тут половина Чата айтишников Алло Мне кажется Очень быстро Все это Как говорится Раз-раз-раз И оно уже ушло Куда-то там Где-то там Оно там Непонятно где Я недавно Почу Катриот фрибаса Так Классик Значит Что еще Я хочу сказать Да Очень складная Речь Причем Что я вижу Там где он Более или менее Разбирается Хотя бы чуть-чуть И что-то в этом любит Речь такая Структурированная Носит очень Осознанный характер Слушать это Можно и интересно Как только он Начинает плавать В этой теме Включается Резонерство Такое Соскальзывание И уже пошла Жиженька Путанка Уже пошла Такая Какая-то Надстроечка Но человек Думает Что видимо Арестович сейчас Говорит Что-то такое Очень умное И я наверное Недостаточно В общем-то В этом вопросе Что-то соображаю Поэтому лучше Помолчу Все И начинаю Там слушать Дальше Его Вот Пока что Нет Денис ДХ Вот Там по численности Не прошли Если они К этот самый Среднесписочную Численность Работников Понизят То можно будет Там это сложно Потому что Эти работники Должны год Числиться И среднесписочная Должна быть Отличная От нуля Бла-бла-бла Там есть свои Нюансы Очень многоликий Человек Такой Хамелеончик Очень Грань Такая Он может быть Абояшкой Тут же может быть Мерзавцем Вот эти Эти вот Эти вот такие Его плоскости Они Ну очень Многогранные Артисты У нас Он артист На самом деле Но Артисты Чаще всего Это все-таки Истерички Вот как Зеленский Это классическая Истеричка Чувствительная Истеричка То есть у нас На президенты Истеричка Ситуация Как бы Патовая Проблемная Посмотрим К чему Все это приведет В данном случае Мы имеем дело Все-таки Не с истеричкой Это опять же Да Повторюсь Классический Нарцисс Они У них есть Общие черты С истеричками Но Очень снижена Эмпатия В отличие от Истеричек Все-таки Да У нарциссов И нарцисс Ну вот Срочки от военкомата Меньше Что волнует Больше Интересные Скидки На Начисления То есть Чтобы ФОД Увеличить Для Ну то есть Просто эти деньги Которые идут На отчисления Чтобы они шли Людям Вот это больше интересно Чем Все эти срочки Ну принципиально Важно Чтобы оценивали То Как он Это делает Понимаете То есть Вот что То что он Сделал Это совершенство То что он Сделал Это совершенно Гениально То есть Не подверг Не дай бог Вот что-то Подвергнуть Какому-то сомнению Или какой-то Критике Да Вот это Настолько Будет болезненно Для нарцисса Я подозреваю Что там есть Некоторые Обсессии Да Судя по Такой Аккуратности Он такой Мальчик Очень аккуратный Весь Вот это все Ну Ему Как бы Трудно Удерживать Свои Гомосексуальные Потребности Поэтому Это носит Конечно Характер Во внешнем Виде То есть Видно Что он Одет Как Гей Классический Гей Бадлончики Он так Попочкой Даже крутит Сядет Вот так Вот этот Какой-то Педантизм Аккуратизм Такой Вот все Вплоть до Навязчивостей Как будто бы От чего-то Ему хочется Отмыться Возможно От вранья От какого-то Отмыться Еще от чего-то Отмыться От каких-то Страхов Есть такой Момент Так Что еще Что еще Что еще Мы про него С маме Газлайтер Естественно Как любой Нарцисс Любой Нарцисс Будет В общем-то Манипулятором Это понятное Дело Да Так Что еще Что еще Что еще В общем-то Сглаживает Острые углы Не идет На конфронтацию Да Не идет В эти конфликты Очень такой Вот он Собеседник Приятный В целом Вот он Приятный Собеседник Нет такого Что Фу Какой он мерзкий И так далее Они Как-то с Гордоном Гордон его Недолюбливал Лысый Да В какое-то время А сейчас Видимо Он испугался Что тот Уже стал Настолько Выскопоставленным Все-таки Человеком Да Имеет эту власть Влияние И Гордон Как-то испугался Плюс они Видимо Хорошо Помылись В бане Вместе с Гордоном Гордон Его после Хорошо Хорошо Помылись Всего Гордон Его в бане Полюбил Короче Все Гордон В бане Его полюбил И после этого Они уже Радостно Лапзаются В десна Нет никаких Между ними Вроде как Разногласий Поэтому Вот так Что еще Мне сказали Они втроем Он Гордон И Зеленский В бане Вам Про Арестовича Очень Интересный Персонаж Я бы так Сказала Очень Интересный Персонаж Достоин Конечно Ну Талантливый Мистер Рипли Да Но опять же Рипли был Психопат Человек-яйц Нарцисс По поводу Употребления Коксик Ну да Он нюхает Коксик Но не так Как Зеля Зеля-то уторчался Уже в говно Это видно По видосикам Которые Зеля Там записывал И на него Видимо Давно не было Больше таких Видео Как он там Типа Дикаем А вот это все Это конечно Прям Тайное собрание ОДПР Ну развалился Еще чуть-чуть И там будет Передозировка А Ристович Все-таки Чуть-чуть Чуть-чуть Поскольку он Такой заботится Видно о своем здоровье Следит за питанием Он прекрасно Выглядит И цвет лица В общем-то Он Это контролирует Этот процесс В отличие от Зеля Зелья уже вышла Из-под контроля Абсолютно Ну может быть Кстати вот Жириновского не стало И распоясались А так там Жириновский В баньке Хорошенько Прикладывал всех Втроем И что они Эти самые Поспокойнее были Так Что-что-что Что-что Ну естественно Говорит то Что люди Хотят слышать Вот украинцы Хотят это слышать Аристович это говорит Потом По поводу Его предсказания Там нет никаких Особых предсказаний Он во-первых Всегда был приближен К власти Потому что Они не по картам Таро Настоящее предсказание Только у Селентио Морчателя И он знал У него был доступ К информации У Аристовича Он очень много Чего знал Изначально Вот он знал Что будет война Знал Ну и не только Аристович знал Во-первых Все к этому шло К этой войне Уже давно Все готовились Она должна была быть Ну я даже знала Что будет эта война Я знала Я знала Три года назад Что она будет Я не очень представляла Себе технически Как все это будет Как это будет выглядеть Но я это знала И я понимала Что все к этому идет Ну хотя У меня нет никакой Специальной для этого Подготовки Да Я просто понимала Что в это Все прямо двигается Со скоростью света Поэтому Сказать Что вот он Какой-то такой Супераналитик Да он не глупый мальчик Не глупый Логическое мышление Разве это неплохо Но вот сказать Чтобы прямо Ах какой Нет Это больше Вот умение Пустить пыль в глаза Он это делает Это же было понятно Как хотел Даже Жириновский знал Великолепно Опять же Да Речь очень стройная Очень такая Красивая Обороты речевые Стремительно Совершенно достает Извлекает слова Выстраивает их В нужном порядке В этом Конечно Он молодец Мастерски Он это делает Ну что мы еще Скажем Что мы еще Скажем Ничего мы Больше и не скажем Ничего мы Больше и не скажем И в войнушке Ему нравится Как бы вот Я родственник Вот это И вот я На войну Там что Видимо от него Родители это как-то ждали И вот Мужественность Как будто бы Вот пытается Ну да Кстати говоря Может быть Может быть он всю жизнь Реально был таким вот Женственным И родители ждали Какой-то мужественность От него И вот тут он может Проявить себя Как военный Чуть-чуть Воплотить их потребность А я люблю военных Красивых Здоровенных Или какая-то Вот такая Мужская составляющая Которая тоже Еще как-то Теплится в нем Еще как-то живет Оно чуть-чуть Как-то присутствует Оно там есть Да Не знаю Я не анализировала Его какую-то Историю семьи Детства Как он вырос И так далее Да Признаюсь честно Я не владею Этой информацией Может быть Можно по Активнее Все это прошерстить В каких условиях Он воспитывался Кто его воспитывал Что там было Почему-то Сформировалась Да Такая нарциссическая Травма Патологическая Вранье Интересно Мне это Интересно Ну как-то я этого Всего не нашла Если вы это нашли Напишите Я могу снять В принципе Еще и вторую часть Даже не может быть Не вторую часть Присовокупить Мужчины в фарме С автоматом Стоящим членом Куда-нибудь К кому-нибудь Неплохо Вот Вы хотите Чтобы я еще Французского президента Разобрала Поэтому можно его И Их Как-нибудь Сложить Подложить Одного Под другого Кстати Что это Отличная пара Слушайте Отличная пара Типа Милый Ты кому звонишь Владимиру Владимировичу Блин Ты так с ним Часто говоришь Ты меня больше Не любишь Арестовича туда Тоже Примазать Вот так Поэтому В общем Вот так Почему-то Мне казалось Что если я буду Разбирать Арестовича Он будет прям Какой-то Мерзопакостный Не испытываю Я к нему этого Не испытала Если ты Украинский политик Советник И так далее То не поднимаешь Возможность Конфронтации С РФ При жесткой позиции Твоего государства По ситуации С ОВНР Полная Непригодность Ну да Я думал Буду смотреть Арестовича Наверное Он будет Такой против Не Я думал Что все-таки Как-то это все Прешают Более здраво Я Не ожидал войну Честно Не вижу я Что он противный Я вижу Что он врет Врет Хотел бы Чтобы разобрал Не взорвается Тебе было бы интересно Я вижу Что он Умудряется Скрыться Не хочу Обрекать тебя На беду Но все-таки Как же Странно Выглядит попытки Кадырова Лезть В мировую политику Из-за того Напора Все меньше Больше слух Про то Что он может Стать следующим Президентом РФ Казалось бы Ебаный бред Но если он Все-таки Перехватит Власть В руки Это же Какой-то Ужас Будет в стране Да не факт Что будет ужас Опять же Но Есть сомнения Что Кадыров Перехватит Власть Некомпетентность Феерично Совершенно Гениально Вот Вижу Поверхностную Осведомленность Какую-то Но В целом Зато у него Инстаграм шикарный Зато интересно Что будет Вообще Веселье начнется Следующая остановка Грозный Для меня Он был приятным Вот Честно скажу Приятным Он скорее Приятный Для меня Чем Неприятный Там у него Там у него Была По-моему Недавно Нарезка Под Мелодию Железного Капута Как ВСУ Расстреливают Все Моя любимая Я вас Целую Обнимаю Подписывайтесь Обязательно На телеграм В телеграме Я более подробно Более детально Более откровенно Более смело Высказываюсь На все эти Политические Темы Как вам Кстати Кавтюлька Моя Такая Матросочка Все До новых Встреч Друзья А на этом Все Пока Пока Посмотрели Спасибо большое Принц За 706 рублей